Добрый день, меня зовут Роман Задойнов. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о очень интересной теме, которая связана с событиями, происходящими в Республике Молдова, именно в Кишиневе. Думаю, что вам известно о том, что вчера все средства, ну, большинство средств массовой информации распространило информацию о том, что был задержан сын судьи Верховного суда в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля, который отказался остановиться на требованиях полиции и пытался скрыться на автомобиле для того, чтобы избежать привлечения к ответственности за наркотическое опьянение за рулем. Так вот, не могу не высказаться по этому вопросу, потому что это очень серьезный вопрос, очень интересный, и он отражает ту действительную реальность, которая существует сегодня в Республике Молдова, и, естественно, она связана с коррупцией в судебных органах. Почему я так говорю? Ну, потому что существуют определенные принципы в демократическом обществе. Вы видите, что вроде бы судья, вроде бы Верховный суд, хорошая карьера, а сын наркоман нарушает законы, садится за руль в наркотическом опьянении, мог совершить и другие преступления, будете в наркотическом опьянении за рулем, мы знаем, что автомобили – это средство повышенной опасности. Как же так получилось? А вот получилось все потому, что сам этот судья и виноват, что он, этот судья, своими решениями, своими действиями создал такое общество, такое общество, в котором даже его сын пострадал, и пострадал он именно из-за того, что судья сам по себе не думал о будущем, он не думал вообще об обществе тогда, когда он работал в своей работе. Все мы знаем, какая коррупция в этой Республике Молдова, все мы знаем, что общество потеряло надежду в правосудии, потеряло надежду во власть, во власти. Она не верит в власти на сегодняшний день. Каждый человек сегодня забился в своей квартире, в своем доме и боится вообще как-то обратиться к власти, боится принимать какие-то решения. Почему? Потому что власть произвольна. Потому что вот эти вот судьи, которые берут взятки, они освобождают преступников, которые продают наркотики, они освобождают тех бандитов, которые действительно совершают преступление, они должны понести наказание. Общество это видит. Естественно, что общество это видит. И естественно, что общество пытается как-то отградиться от такой власти. Оно не сотрудничает со властью. Более того, понимаете, в демократическом обществе каждый человек следит друг за другом. Они помогают друг другу, они общаются, они решают какие-то общие проблемы. В то время, как вот в таком обществе, в котором живем мы, в республике Молдова, общество, наоборот, отграждается друг от друга, отделяется друг от друга высокими заборами, двухметровыми, железобетонными, ограждаются друг от друга общением, ограждаются от власти и от всего, что с ней связано. Естественно, что они уже не следят друг за другом, они не помогают друг другу. Они отделяются. Как в Советском Союзе была поговорка, что моя хата с краю, я ничего не знаю. Вот тот же самый принцип продолжается и сейчас в республике Молдова из-за этой коррупции, которая происходит в судебных органах. И виноваты в этом сами судьи. Ну, вроде бы, да, судья, богатый человек, решает вопросы судьбы людей при хороших деньгах, при хорошем имуществе. Это все мы видим из средств массовой информации. Мы же не слепые. И сын наркоман. Ну, как так? Как такое получилось? Ну, сам создал такую систему. Сам в этом и виноват. Дело в том, что сама проблема наркомании, она очень серьезно связана с обществом. Если общество не помогает друг другу, то естественно, что сам судья, он не в состоянии уследить за своим сыном. Почему? Ну, потому что он на работе целый день. Сын постоянно находится, либо ребенок постоянно находится в обществе. Он находится в школе, он находится во дворе, он общается с людьми во дворе, он общается с людьми в школе, в университете и так далее. Понимаете? Не можешь постоянно поставить за своим сыном, допустим, либо за своей дочерью, либо за своим ребенком охрану, либо какого-то наблюдателя, чтобы он следил за ним, чтобы этот сын, либо эта дочь, либо этот ребенок правильно себя вел, совершал правильные действия. Для этого есть общество, есть все мы, мы следим друг за другом. И если кто-то из нас нарушает общие правила поведения, употребляет наркотики, злоупотребляет спиртными напитками, то естественно, что в нормальном цивилизованном демократическом обществе люди делают друг другу замечания. Они объясняют, что это плохо, это нехорошо, а если человек не понимает, они обращаются к власти, то есть к тем людям, которые должны применять законодательство и устанавливать правовое регулирование на определенной территории, в определенном обществе. Там, где эти механизмы нарушены, а у нас это нарушено из-за коррупции, люди не совершают таких действий. Если мы видим в нашем обществе, что кто-то наркоман, кто-то злоупотребляет алкоголь, мы просто отграждаемся от него, мы отделяемся, мы не хотим иметь никаких дел. Почему? Потому что стоит войти в эти взаимоотношения, и ты сам окажешься виновным. Потому что есть коррумпированные судьи, коррумпированные полицейские, коррумпированные прокуроры, которые сделают из невиновного виновного, а из тебя сделают виновного, а хоть ты невиновен. Почему? Потому что нет доверия граждан к власти. Причем ни к какой власти. Ни к судебной, ни к законодательной, ни к исполнительной. Люди не верят в власти, поэтому они не общаются со властью, они не решают общие проблемы, Они отграждаются, они отделяются, они уходят в себя, и поэтому невозможно уследить за этим обществом. Поэтому судья не может уследить своим ребенком. Никак не может. Общество за этим ребенком не следит. Происходит то, что происходит. Сам судья освобождает преступников, которые совершают преступления, которые продают наркотики. Они продают эти наркотики обществу, а его дети находятся в этом обществе. Вот ваша проблема, уважаемые судьи, уважаемая власть. И если вы ее не решите, то вы сами будете страдать от этих ваших произвольных действий. Подумайте, прежде чем взять взятку о том, что ваши дети, ваши родственники находятся в этом обществе. Если вы не будете честно работать и не будете устанавливать в этом обществе нормальные демократические правила поведения, то пострадайте в первую очередь вы, ваши дети, ваши родственники. Желаю вам удачи. Продолжение следует...